Приветствие – это не просто жест вежливости. Это первое правило этикета. Само по себе оно не несет как таковой информации, но обладает огромной силой. У некоторых народов существуют даже целые обряды. Так, например, в Новой Зеландии можно увидеть людей, трущихся носами. Это традиционное приветствие народов маори, которое называется хонги. А в Тибете традиционным способом приветствия является высунутый язык, что в большинстве стран мира считается жестом неприличным и даже оскорбительным. Как вы уже догадались, сегодня наш репортаж посвящен Всемирному дню приветствия, который с 1973 года ежегодно отмечается 21 ноября. А появился он благодаря двум братьям – Брайану и Майклу МакКорман, которые в разгар холодной войны отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира и попросили адресата просто поприветствовать кого-нибудь еще. Наша съемочная группа, в свою очередь, тоже попросила прохожих поприветствовать зрителей программы «Утро на СТС» вот только на нескольких языках. «Буна зива», «Добрый день», «Салуте», «Бонджорно», «Бонджорно», «Буна зива», «Добрый вечер», «Буна зива», «Добрый день». «Хеллоу», «Хау а ю», «Афидерзей», «Привет», «До свидания», «Буна сяра», «Буна зива» и так далее, тому подобное. «Парлеву франсе», в конце концов. Скажите, а вы представитель какой профессии? Я кинорежиссер. Ух ты, здорово! А вот среди кинорежиссеров, может быть, есть какое-то особенное? Да, здравствует кино. Здорово! И последний вопрос. Среди друзей ваших, может, есть тоже какое-то особенное приветствие, помимо обычного рукопожая? Могу вас обнять. «Салут», «Доброе утро», «Хеллоу» и «Бонджорно», «Ана четыре». А есть ли у вас, может быть, с друзьями какое-то приветствие, вот, индивидуальное, там, я не знаю, кулачками, как-то? Давайте. Не обходится без приветствий и мир животных. Собаки приветствуют лаем, виляют хвостом. Ящерицы-агамы меняют цвет, увидев друг друга. Очень сложный ритуал приветствия у некоторых насекомых, начиная от разнообразных поз и заканчивая выделением пахучих веществ – феромонов. Рыси при встрече исполняют ритуал приветствия, обнюхав друг друга носы. У некоторых волков есть забавный жест приветствия, откинутая в сторону передняя лапа. Аисты при встрече начинают трещать клевами. А когда две группы дельфинов встречаются, то они обмениваются специальным приветственным сигналом. Он производится лишь между двумя особями, тогда как все остальные молчат. Как полагают исследователи, это напоминает ритуальный обмен приветствия между вожаками. Пепе! 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 Ай, молодец!